Дневной разворот Потому что вся история, которая связана с авиацким бизнесом, нас очень интересует. Мы всегда наших слушателей оповещаем о том, что происходит, какие возможности есть, какие сложности есть. И меня не оставляет надежды, что мы когда-нибудь вернемся все-таки к формату разворота на бизнес, потому что о нем все время спрашивают. По средам. Да. Ольга Викторовна не знает, что это такое. Я потом после эфира расскажу про наш проект, который существовал, и на мой взгляд был очень эффективный. Может быть, мы к нему вернемся. Сразу рассказываю, какая форма у нас принята в эфире. Это прямой эфир. 211-101 номер телефона прямого эфира. И мы сможем принять несколько звонков, если они будут по существу. Сразу говорим нашим слушателям, что есть премодерация товарищей. Давайте с какими-то конкретными предложениями или конкретными вопросами в рамках нашей сегодняшней темы. Тема наша такая. Поддержка малого и среднего бизнеса в регионе в нынешнем году. И в связи с этим у нас есть опрос на сайте хакирова.ру в нашей группе ВКонтакте, который звучит следующим образом. Продукции и услугами малого бизнеса, которые есть в Кирове в целом. Вы довольны, недовольны, не пользуетесь дальнопродукцией и услугами и не разбираетесь, чьи это услуги, чьи продукции. Просто покупаете, пользуетесь и все. Ситуация на сайте сейчас следующая. Удивительная для меня абсолютно. 70% говорят, что не разбираются чьи-то услуги. Это значит, что люди не понимают, что такое малый и средний бизнес. Мне кажется, они просто не думают об этом. Они идут и покупают то, что им нравится. 10% говорят, что недовольны. 20% среди которых я. Я так прикинула, какими я услугами пользуюсь. Я говорю, что я довольна. А ВКонтакте что? Ну, ты выбираешь просто тот малый бизнес, который тебе нравится. Мы всегда выбираем, естественно. ВКонтакте, на самом деле, ситуация, конечно, близка к тому, что на сайте, но немножечко отличается. Самый популярный ответ 42,5%. Я не разбираюсь, чьи это товары и услуги. Чьи услуги и продукция. Второй по популярности ответ 37,5%. Доволен. Ну, и дальше, с большим, конечно, отрывом, недоволен 12,5%. Я не пользуюсь данной продукцией и услугами. Всего 5%. А мы сейчас у наших гостей спросим, Ольга Викторовна. Ведь там парикмахерский, маникюр, педикюр, я не знаю, булочная, кондитерская. Кафе. На театральной площади их очень много. Вы пользуетесь услугами местного малого бизнеса? Конечно. Малый и средний бизнес Кировской области и города Кирова, он на виду. И я думаю, что каждый, кто проходит, кто живет, он постоянно пользуется. Только он, покупая продукцию, не знает, на самом деле, малый и средний, и какие у него там цели, задачи, трудности. Он просто пришел, как обыватель, купил и ушел, попользовался услугой и ушел. А на самом деле это все малый и средний бизнес. И те вот крупные уже предприятия, они тоже начинали наверняка с малого бизнеса. И потом переросли уже в крупный. Да, люди просто не осознают. Но все-таки я с пристрастием спрашиваю, вы пользуетесь, вам нравится что-то? Печенюшки, может быть, где-то покупаете в соседней кондитерской? Из-за того, что я очень мало ем, наверное, нет. Я больше в магазинах определенную продукцию. А так, услуги, да, пользуюсь. В Кировской области пользуюсь. У нас такая история существовала, это не было заложено в программе нашей сегодняшней, но просто интересно. У нас была такая история, может быть, вы о ней слышали, потому что в последний год они практически не говорят, покупай вятское. Я думаю, что эта история была, конечно же, не только в Кировской области, а вообще такой тренд был по стране, когда покупай свое, покупай коми, покупай вятское. У нас она очень долго развивалась, наверное, года три или четыре. Это было еще до программы импортозамещения, я должна отметить. Это вот такой прям тренд на развитии регионального чего-то. Там как раз пытались приучить, как бы показать жителям, что вот продукт, который произведен в вашем регионе, он качественный, он на уровне. И вообще, когда вы это покупаете, вы работаете на экономику региона. Слышали про такую историю? Да, конечно. Она, как вы думаете, достойна того, чтобы ее продолжать? Или все-таки свободная конкуренция без всяких таких акцентов даже? Я бы, наоборот, обратила внимание на местную продукцию и дала ей развитие в регионе. И не только в нашем регионе, и те регионы, которые нас окружают. А у нас вокруг Кировской области стоято очень много регионов. И они готовы покупать нашу продукцию. И вот я замечаю в магазинах, если с коллегами захожу, которые местные жители, они все равно акцент делают, особенно на молочной продукции местной. И обратила внимание, все равно покупают местную продукцию. А молочка точно. Точно отваривала себе полки. И не только в Кирове. Потому что даже заходишь в наши сети, там магнит пятерка, и раньше там было пустовато. А сейчас я захожу, все-таки основные продукты, они все есть молочные. Остальные, не знаю, я там по мясу думаю, что все-таки Мариэл и Казань, они берут свое. Татарстан, они берут свое. У них такая интересная стратегия, особенно с этими ларьками звенигородскими. Вот они интересно проигнорировали сети и сумели захватить нашу область практически. Но молочка наша берет свое. Это не может не радовать, правда. Ну что, к основной теме нашего эфира все-таки переходим. Мы тут почитали интервью, которое размещено в газете «Бизнес-новости». И на сайте «Бизнес-новостей» тоже есть. Нас очень заинтересовал приезд высокого гостя, который состоится 28-29 августа. Мы говорим об Александре Бровермане. Руководителе корпорации малого и среднего предпринимательства, так оно называется. Да. И мы понимаем, что этот приезд связан непосредственно с вами. Здесь вы конкретно говорите, что вы лично пригласили Бровермана к нам в область. И мы хотим спросить у вас, с какими целями. Ну, я ближайшие там, наверное, полгода очень много посетила регионов. Выезжала на различные инвестиционные форумы, различные семинары. И в один из городов, как раз таки Казань, который более является активным в этом направлении, приехал Александр Броверман и проводил вот этот вот, по-моему, это апрель был, презентацию своей программы. Я так интересно думаю, даже я вроде бы в этом направлении работаю, мало что знаю. Хотя корпорацию наслышана и видела, и общалась, и в Москве не раз встречалась. И тут я послушала его бизнес-идеи, этот бизнес-навигатор, работу с малым и средним бизнесом. Он как раз при приезде это все расскажет. И потом уже, когда закончился семинар, я подошла и говорю, Александр Броверман, можешь ли ты к нам подъехать в Кировскую область? Он говорит... Недалеко же. Да. Он, во-первых, удивился, что я там. Говорит, я не знала, что ты там, потому что мы до этого были знакомы. Я говорю, да, нам нужно регион поднять, потому что у нас малоинформированность, малого и среднего бизнеса, и надо как-то вот рассказать о вашей программе. Он сказал, да, с удовольствием. Естественно, я проговорила с Игорем Владимировичем в Рио-губернаторе о том, что вот есть такая возможность. Естественно, Игорь Владимирович подтвердил, созвонился тоже с уважаемым Александром Броверманом, и мы вот начали в этом направлении работать. Определили дату? Да, да. Ну, сначала была дата, конец, по-моему, 20-е числа июня, но ввиду там определенных больших мероприятий, он сказал, что за неделю, наверное, нам пришлось срочно отозвать все приглашения, и мы думали, на какой там день дальше перенести, потому что там, на самом деле, был насыщенный и конец июня по всем регионам. И он говорит, ну, примите. Тяжело выиграть, тяжело выиграть двое. Да, да, да. Я говорю, с уважением, ну, давайте перенесем. И вот выбрали дату. Пресс, на самом деле, намечается, он прилетает 29-го, а 28-го приезжают ближайшие регионы, федеральные структуры, кого мы пригласили, и 28-го у нас как бы начнется такой межрегиональный семинар с того, что мы, наверное, соберем, не наверное, а будут собраны банки порядка там 20. Это только из Кирова будут? Киров и соседние регионы. Да, будут соседние. Там будет круглый стол. В продолжении круглого стола я в рамках того, что все-таки основная поддержка еще оказывается в моногородах на сегодня, то будет совет моногородов, который я возглавляю, будет расширенное заседание, оно будет порядка, наверное, четырех часов идти, потому что мы будем очень много вопросов рассматривать. На совете приглашены сами члены совета и те, кто участвует в развитии моногородов. Потом также будет проведен круглый стол по МФЦ, там порядка 80 человек, и на этом у нас этот день закончится. Будем готовиться к уже основному 29 числу, когда мы встречаем Бровермана с Игорем Владимировичем, и у нас будет пленарное заседание, а потом будет показ выставки, у нас приготовлена презентация, что по моногородам, что по поддержке малого и среднего бизнеса такая интересная о регионе будет рассказ. То есть все эти люди, которые 28 числа приедут, они остаются, естественно, на 29. Конечно, просто мы разделили, потому что на один день очень тяжело нас всех собрать. И вот 29-го будет, повторюсь, пленарное заседание, потом будет выставка, потом мы поедем и покажем завод, который получил господдержку. Это какой? Пут-завод? Нет, нет, нет. А сейчас у нас будет перерыв, полминутки, мы посмотрим, какой завод. Так, на самом деле надо было оставить в тайне, потому что рассказывать. А я так и говорила. Да, вот так вот, все рассказали, все выведали. Это будет в виде презентации, поэтому мы долго подбирали тот завод, на который мы хотим проехать, чтобы показать, как он отработал по господдержке. Так давайте не будем, тогда никому не сообщайте. Не будем говорить. Хорошо, полминуты у нас сейчас перерыв. Мы обязательно вернемся к этой теме прямо сразу после перерыва, потому что нас интересует и зачем вы банки собираете, что вы хотите им сказать или что они должны сказать. Обязательно поговорим про моногорода. Мы здесь перед эфиром с Ольгой Викторовной начали говорить. Нас тема эта очень интересует, и это очень важно, тем более, что мы за ней следим. Любимая МФЦ сегодня, может быть, найдет продолжение, поскольку Александр Зорин у нас приходит сразу в 13 часов. Подробности обязательно этого приезда и этих двух дней работы мы дадим вам после короткого перерыва. Продолжается программа «Дневной разворот». У нас гостя Хольга Куземская, исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Кировской области. Напоминаем, что у нас прямой эфир 211-101, номер телефона прямого эфира. И мы сейчас говорим о приезде Александра Бровермана, который состоится на следующей неделе. 29 числа он посидит. Мы доберемся до него, все-таки скажем, что он будет рассказывать нашим представителям малого и среднего бизнеса. Но начнем все равно с первого дня, 28 числа, потому что Ольга Викторовна тут сказала, что будет очень насыщенная программа, будут собираться банки, большой круглый стол. Не только из Кирова, из Кировской области. Мы так понимаем, что о финансировании пойдет речь, о кредитах и процентах. Моногорода. Нам очень интересно, как движется процесс. Мы его подробно обсущаем всегда в нашей студии, следим за этим, это важно. А пока напоминаем, что на сайте хакеров.ру, в нашей группе ВКонтакте, есть опрос. Посвященный нашей теме. Продукции и услугами малого бизнеса, которым есть Кира, и вы довольны, недовольны, не пользуетесь или не разбираетесь. Повышается процент тех, кто говорит, что довольны на сайте хакеров.ру, их уже порядка 30. Я очень рада за малый бизнес. Да, да, а что ВКонтакте? ВКонтакте ситуация почти не меняется, немножечко подрос процент, я не разбираюсь, чьи это услуги и продукции, почти 43%. В остальном все остается примерно на прежнем уровне. Я не знаю, как ты, я вот топлю, почему за малый бизнес всегда, потому что я хочу, чтобы у нас все эти кафе, парикмахерские, магазинчики, семейные, чтобы они развивались, чтобы из поколения в поколение передавались, чтобы наконец-то у нас появилось в городе Кирове, потому что уж раз я в Кирове живу, длинная пешеходная улица, которая буквально была бы усеяна этим малым бизнесом, а не маленький такой аппендикс, и тот, который, я считаю, только-только, вот чуть-чуть там в зачаточном состоянии используется. Надо, кстати, как-то выйти в правительство с вот этим предложением, все-таки сделать длинную, пешеходную, с такими, правда, вот учреждениями, которые мы будем посещать и говорить привет, Анна Павловна, и как ваши внуки поживают, вот это вот все, чтобы в Кирове развивалось. Но пока вернемся к задачам, которые ставятся на уровне федерации, на уровне региона и связаны, и эти задачи будут, я думаю, реализовываться, в том числе и на встрече 28-29 числа. Итак, банки в большом количестве открывают программу. Что, вот какая задача перед этой встречей стоит? Какие цели? Ну, во-первых, собрать все банки, обсудить те вопросы, которые на сегодня, как бы проблемные для них, по работе как с органами власти, так и с малым-средним бизнесом, как с жителями обычными. У них будет, не буду там программу рассказывать, да, программа будет всем освещена, все познакомятся, просто у нас как бы все круглые столы, они были основаны по предварительному опросу, по запросам как в банке, так и по другим столам круглым идти, то по соответствующим представителям. То есть там вы отталкивались от того, какие есть вопросы и проблемы у предпринимателей, у муниципальных служащих муниципалитетов и у банков самих. Соответственно, вот исходя из опроса, мы получили некую такую повестку для себя, и вот будем на тему их вопросов общаться и получать ответы, как от представителей корпорации МСП, так и от органов власти. Там будет вопрос подниматься, это сотрудничество с корпорацией, потому что до сих пор тяжело заключить соглашение с корпорацией на аккредитование через наши банки. Поэтому, естественно, этот вопрос будет один из основных, и мы надеемся, что мы все-таки к соглашению придем. Особенно мне бы хотелось поддержать региональные банки. А я бы раскрою вам секрет. К нам же предпринимательские звонки и мнения стекаются сюда. Вот накануне вашего прихода нас попросили передать вам, что понимание, как пользоваться программами корпорации МСП, у наших предпринимателей минимальное. Они не понимают, как пользоваться вот этими историями. И в частности, говорят, вы спросите, сколько клиентов в наших банках есть, наших клиентов, которые работают с МСП. То есть коммуникация явно не налажена. И я так понимаю, что это как раз вот ваша цель. Да, но коммуникация не налажена ввиду того, что, во-первых, соглашения с банком нет, потому что все делается через банк. То есть корпорация с соглашением подписывает с банками, их кредитует, и уже банк выдает под гарантией корпорации кредит на развитие малого и среднего бизнеса, в зависимости от проекта предоставленного. А в других регионах МСП активнее работает с нашими банками? Опять же, у нас есть пилот, это Казань, которые уже, они, наверное, одни из самых первых, уже, наверное, больше, чем полгода работают. Как обидно слышать опять про Казань, что они одни из самых первых. Да радостно. Молодцы. Ну, ничего, мы тоже лидирующие. Я могу сказать, что не буду раскрывать сейчас секреты. Будет подписан документ. Это будет пилотный для региона. У нас будут подписаны соглашения между корпорацией и нами о поддержке малого и среднего бизнеса в рамках кредитования, в рамках бизнес-навигатора, который будет тоже завтра много рассказано. Ну, и тех дальше мероприятий, которые будут прописаны. Соглашения еще не подписывалось с регионом, ни с одним. Это будет пилотное соглашение. Оно будет для нас очень уникальное. Что оно дает нам, это соглашение? Это будет поддержка федеральной корпорации региона. То есть МСП будет напрямую работать в нашем регионе активно? Да. Да, не просто нормально. У нас будет создана рабочая группа. Рабочая группа. Так, раскрывай секреты, Ольга Викторовна. Это хорошо. Но немножечко, чуть-чуть-то мы приоткроем завесу все-таки. Рабочая группа, которая будет состоять из состава корпорации тех необходимых представителей нашей органы власти и активных участников малого и среднего бизнеса. Все. То есть будут обрезаны все какие-то глухие телефоны. Люди конкретно будут работать напрямую. Специалисты, которые с этим связаны. Я вот сейчас поставила задачу Министерства предпринимательства раз в месяц собирать малый и средний бизнес, раз в месяц собирать крупных инвесторов и раз в месяц собирать совет моногородов. У нас вот сейчас на подписании документ в РИО пока губернаторе совет по поддержке малого и среднего предпринимательства. Полномочий очень много, возможностей много. Будем на большой площадке общаться. Будет всегда у нас представитель общественности, всегда малый и средний бизнес, всегда будут СМИ. Предварительно будем опрашивать все трудные, все вопросы, которые у нас сегодня существуют и максимально получать ответы. Потом контролировать, чтобы это все исполнялось. И плюс самое большое сейчас, это мы постоянно будем работать с административными барьерами в малом и среднем предпринимательстве. Потому что сегодня их очень много в муниципалитетах со стороны органов муниципальной власти. А учитывая, что Владимир Владимирович Путин тут буквально на прошлой неделе в начале нынешней заявил, что нужно сократить количество проверок и уменьшить количество бюрократических барьеров, то это очень в тренде, очень вовремя. Но это всегда было бы вовремя. Чем раньше, тем лучше. Но что вы этим занимаетесь сейчас, я думаю, что это, конечно, великое дело. Подспорье хорошее. Хорошо. Я не знаю, вот не очень как-то удобно, Ольгу Викторовну, пытать и дальше про приезд Бровермана. Мне кажется, что... А ты еще хочешь, да? Давайте так скажем, раз мы не можем, мы не будем действительно раскрывать всех секретов. Итак, Ольга Викторовна, спасибо, что вы кое-что нам сказали здесь по этому поводу. Интригу мы создали, это самое важное. Количество приглашенных, это вообще закрытые будут встречи или они какие-то будут открытые? Нет, открытые. У нас порядка уже 455 человек подтвердили участие как местное, да, регион местный, бизнес и органы власти, и банки, так и ближайшие регионы. По-моему, там порядка четырех регионов будут на видеосвязи, потому что нет возможности приехать. Остальные все будут приглашены и участвовать. То есть все-таки нужна какая-то регистрация, да? Нужно заявиться и сказать, что мы придем. Будут буклеты интересные. У нас будет сейчас буквально уже в стадии завершения презентации региона как отдельно по моногородам, так и по инвестплощадкам и поддержке малого и среднего бизнеса. Потому что мы сейчас же не только малый и средний бизнес, но и привлекаем инвестиции в регион для крупного бизнеса. Ну, это в части моногородов. Знаете, что интересно, я сейчас подумала, зимой обсуждался вопрос или даже в прошлом году как раз Игорь Владимирович Васильев тоже обсуждал этот вопрос. И мне казалось, что тогда это сказочная какая-то такая идея. Что мы здесь будем устраивать презентации и выставки нашего региона. Вот не туда куда-то ездить, что тоже важно, там на какие-то форумы, в Москву, а что сюда будут приезжать люди, которые связаны с инвестициями, с кредитованием, с программами федеральными, и мы здесь будем устраивать. Специальную такую площадку мы не создали в итоге. Это что-то было типа, помнишь, идея ВДНХ на вятке. Но в итоге получается, что у нас один гость приехал, другой гость приехал, группа людей приезжает, и выставки-то в итоге мы здесь и делаем. То есть сюда приезжают и смотрят наш потенциал. Понимаешь, какая история складывается? Это тоже важно, конечно. Но при этом надо учитывать, да, конечно же, что не все могут приехать. Вот видишь, есть люди, которые на видеосвязи будут. Слава современным технологиям. Вот вы сказали, что большой акцент будет делаться как раз на моногорода. Мы помним, что 11 городов из Кировской области участвуют в программе по развитию моногородов, да, федеральной программе, серьезной. И мне бы хотелось, чтобы мы после перерыва о моногородах поговорили поподробнее. О том, где мы сейчас находимся. Потому что уже сколько времени? Год? Полтора? Эта программа длится? Программа уже второй год. Второй год. Да, в регионе. Да, что, насколько мы осознали, что мы делаем, да, какие перед нами стоят задачи, и какие мы уже приобрели там возможное понимание и навыки. Потому что я думаю, что там активная фаза, она только начинается. Потому что была приготовительная какая-то такая. Да, для нашего региона только только. Для нашего региона. Понимание пришло только. Да, вот об этом поговорим после короткого рекламного перерыва. Ольга, мы как всегда обсуждаем наши какие-то вещи, о которых мы потом скажем. Вот сейчас в этом эфире не сообщим, но обязательно сделаем какие-то другие эфиры и обсудим. Еще одна интрига. Да, мы с вами, мы вам обещали, слушатели, что поговорим сейчас о том, как развивается программа по моногородам в Кировской области. Напоминаю, 11 моногородов. И еще раз напоминаю, есть сайт по моногородам, да, моногорода, где вы можете прямо открыть карту, все точки обозначены, количество людей, которые там живут, обозначено, какой потенциал там вот есть. Это конкретно сайт, посвященный как раз программе развития моногородов. Можете следить, кто интересуется за этим развитием. Мы их всех перечисляли. И вот сейчас сошлись до перерыва с Ольгой Викторовной в том, что предыдущий этап вот до этого времени, который был посвящен вот этой программе в Кировской области, он был такой подготовительный. Потому что программа, надо сказать, очень серьезная. Она ставила очень важные задачи. Это практически изменение пути развития города. А город это и предприниматели, и жители, и все, что с ним связано, инфраструктура, не только бизнес, инфраструктура, социальные объекты, отношения жителей к тому, как они развивают этот город. Настолько глобальная задача была поставлена практически переродить сознание каждого человека, который там живет. Для нас это было вот так вот. Мы тихонечко тут водили в эфиры людей, которые участвуют в программе, учатся в Сколково. И понимали, что так вот со скрежетом очень все идет, ну, ну, с тяжестью такой. Вроде хочется, но какие будут последствия, неизвестно. Немного было тех людей, я тебе скажу, у кого горели глаза после Сколково, то приходит как... И нет, горели, особенно я помню их с белой холуницей. Они были, конечно. Они горели, но все равно была такая насторожность. Господи, а получится ли? Вот это все, что нам рассказывают, это получится ли? Вот мы сейчас хотим Ольге Викторовне спросить, в каком виде приняла хозяйство, что называется, да? Есть ли уже такие города и такие люди, которые явно осознали, куда нужно идти и как нужно идти, да? И какой вот этап сейчас у нас? Ну, хозяйство я получила интересное. На самом деле, я когда приезжала в Москву, и многим коллегам рассказывала, там, моногорода, моногорода. Я говорю, что все с этими моногородами? Говорит, это уже смешно слышать от тебя моногорода да моногорода. Я говорю, ну, это же интересно, это же развитие, там, региона со стороны моногородов. Если так, не получится. Живя в больших мегаполисах, конечно. Очень сложно понять, конечно, конечно. Ну, а у нас вообще один из моногородов, это, на самом деле, так, один из регионов с таким количеством, по-моему, там, не знаю, шестое место или пятое по количеству занимает, потому что есть еще у кого побольше. Но я уже, к сожалению, пришла тогда, когда уже было два моногорода у нас, с двумя моногородами подписаны соглашения по финансированию. И там, ввиду определенных, ну, нехватки кадров, конечно, проблемы были уже с документацией и с проектно-сметной. Ну, много было вопросов. Естественно, мы сейчас уже в ручном режиме все выстроили. Более-менее у нас работа направлена так на положительный эффект. Потому что с нами, ну, не буду скрывать, хотели расстроить соглашение по одному из моногородов ввиду неэффективной работы. Ну, показали, мы максимально все включились, спасибо там и власти муниципальной, которая быстро, оперативно среагировала, и Министерству строительства, которое там в части строительной части нас поддерживало, и экспертизе, которая документ нам утверждала. Ну, в общем, мы такой команды, мы создали рабочую группу, мы как бы вырулили. Слава Богу, нам открыли финансирование, и в августе вот у нас опять там, я говорю как раз-таки про белую холуницу, финансирование пошло. Было вот подписано по белой холунице и лузе два соглашения о федеральном финансировании совместно с региональным муниципальным. И по лузе у нас проектирование водозаборного узла, а по белой холунице это строительство объектов, тоже связано с водой и очистными сооружениями, и дорогами. Сейчас это уже на стадии вот завершения по белой холунице и лузе, буквально на следующей неделе выезжая в фонд моногородов защищать проектно-смертную документацию, ну, есть вопросы небольшие, поэтому придется с проектировщиками выезжать и защищать. И вот с фондом те инвесторы, которые у нас сегодня более активны, это в лузе у нас есть Хольсхаус, которым сегодня уже подстанет Николай, он получил одобрение по кредитованию от фонда моногородов, шикарная ставка под 5% на 170 миллионов, и будет вторая очередь в лузе. Это наш якорный инвестор по лузе, если мы рассматриваем лузу. Это современное домостроение, брус, который соответствует мировым стандартам для строительства. Да, у него на экспорт очень много выходит, но я говорю, там, это опять же считать, что это молодые предприниматели, понятно, с какой-то поддержкой, семейный бизнес, но очень они объективно ко всему подходят, очень организованно, достойно. И вот, я говорю, это первое будет соглашение на кредитование от фонда моногородов. И мы будем как раз-таки, он будет на совете моногородов рассказывать, какую поддержку он поручил. Мы будем подписывать это на федеральном уровне соглашения в присутствии Макива Ирины Владимировны, которая как раз-таки является руководителем проектного, можно сказать, офиса по развитию моногородов всей России, и Кривогова Валя Викторовича, который возглавляет фонд моногородов федеральный. И присутствие меня как заместителя исполняющего обязанности, председателя правительства и самого руководителя Хольцхаус. Это тоже будет чуть попозже. По белой хлунице я как бы сказала, что работы ведутся и идут в этап к завершению. Надеюсь, что объекты зададутся вовремя. У нас там последний срок, это 1 ноября по всем работам. Но я думаю, что к сентябрю мы уже 90% закроем. Там такая у нас работа больше документальная по защите перед фондом. Остальные моногорода пока сейчас в работе. Вот у нас очень большая там как бы и перспективная новость. Вы, наверное, слышали, что одобрил Миннек Российской Федерации заявку по получению статуса ТАССР. Это территория, опережающая социально-экономическое развитие. Это Вятский Полян. Мы не только не очень понимаем, что это такое, но боюсь, что сейчас... Территория, опережающая социально-экономическое развитие. Это территория, которая для тех инвесторов, которые были заявлены в заявке на получение статуса ТАССР, они заявились со своими инвестициями рабочими местами. И они получат определенные льготы. Мы все это расскажем. Налоговые. Да, да, да. Там нулевые льготы, нулевое налогообложение по прибыли и имуществу, по земельному налогу какой-то процент. И существенно ниже отчисление зарплаты. Очень существенно. Это поможет развитию Вятско-Полянского промпарка? Мало того, что это развитие самого Вятско-Полянского, могу сказать, района. Плюс у нас известный наш промпарк, который тоже строился на федеральное финансирование и развитие его дальнейшее. Потому что сегодня инвесторы были уже в таком, в расстроенном таком состоянии, потому что с ними никто не работал. Парк как бы не функционировал в том нужном состоянии. Сейчас он зафункционировал. Мы обеспечили, мы собрали там рабочую группу, обеспечили тем необходимым, которым нужно это связано с инженерной инфраструктурой. Она большая проблема была. Мы навели порядок, они согласились. Все, в зиму мы войдем в нормативном состоянии. Этим будет заниматься, как и занималась корпорация развития Кировской области. Это их направление. Ввиду того, что сейчас корпорацию в 12 августа она получила диплом, даже не диплом, как удостоверение, что она вошла в ассоциацию индустриальных парков Российской Федерации, что тоже дает бонус для инвесторов. То есть нам будут помогать как работать с инвесторами, так и привлекать тех инвесторов, которые будут работать в моногородах и непосредственно в промпарках. Вот это очень важно, что сейчас сказала Ольга Викторовна, потому что ходили слухи, что корпорация развития Кировской области чуть ли не расформирована будет. Оказывается, нет. Слухи хорошо мы распускаем, понятно. Но надо работать. Поэтому, да, корпорация была в не очень экономическом состоянии финансовом. Мы сейчас эту работу провели. Корпорация выходит на тот положительный эффект, который должна была получить, который не всегда должен быть. Сегодня мы уже имеем, можно сказать, положительный, я думаю, что к концу года положительный баланс и с прибылью выйдем в корпорации. Корпорацию мы наделили полномочиями работы с инвестором в рамках одного окна, что везде во всех регионах и делается. Поэтому всю информацию инвестор будет получать посредством работы с корпорацией развития Кировской области. И надеюсь, что, конечно, когда-то, в ближайшее будущее мы услышим, что в Кировской области, независимо, когда эксперты будут приезжать, да, работа ведется с инвесторами, инвестор климат благоприятный для инвесторов, и мы готовы туда привлекать инвестиции и работать с регионом. Мне не хочется сильно забегать вперед, но вот я так понимаю, я понимаю, почему вязкие поляны стали вот первой ласточкой, да, территория, опережающая социально-экономическое развитие, потому что, извините меня, рядом Казань, если ничего не делать, нет, не поэтому, не поэтому. Что ты думаешь, они от нас отсоединятся, присоединятся к Татарстану? Да ты что, такие там идут истории. А почему? Ну, во-первых, мне бы хотелось поддержать тех инвесторов, которые уже зашли, и они реальные инвестиции показали, показали рабочие места. И, во-первых, сам промпарк, чтобы заработал, потому что Алабуга, да, рядом находится, я проезжала буквально вот на выходных посмотреть, ну, совершенно небо и земля, да, между нашим промпарком и промпарком в Казани. Надеюсь, что, конечно, мы в ближайшее время все-таки вытянем промпарк, и он будет также благоустроен и эффективен для использования инвесторами. Мало того, там есть свободные земли, которые на сегодня мы размежуем под участки и будем предлагать новым потенциальным инвесторам для строительства уже их производств. Надеюсь, как все заработает, будет на слуху промпарк, вятские поляны. А то он все время как бы на слуху, но с проблемами. Да, у нас будет открытие, там, 6 или 7 сентября новой линии по производству лифтового оборудования, это наш киакрный тоже инвестор промпарка с участием в рио-губернатора, поэтому будет тоже так интересно. Мне кажется, людям-то вот это очень важно, да, местным жителям, потому что вообще, я почему и про Казань сказала, потому что, извините меня, из Вятских полян молодежь бежит, благо, что есть куда и недалеко. Да, хорошо, что возвращается, потому что там уютно и тепло жить в Вятских полянах. И красиво, очень красиво. Да, я бы хотела вернуться снова к мероприятию, которое состоится на следующей неделе. Мы обязательно будем его освещать, конечно же, потому что очень интересно, какие будут полученные ответы, какие будут договоренности осуществлены, какие будут подписаны договоры. И я знаю... Соглашение. Соглашение, да. Я знаю, что никогда такого не бывает, чтобы ты приглашал людей, у которых есть деньги, власть и решения, просто так, всегда обязательно должны быть подписаны некие соглашения. У нас будут такие соглашения подписаны? Да, будут, конечно. Ну, во-первых, соглашения с регионом и с корпорацией. О котором мы говорили. Мы уже говорили. И будут с банками. А потом... А поддержка каких-нибудь проектов конкретных? У нас будет отдельная презентация, она будет закрытая только с участием банков, с участием в Рио губернатора, с участием руководителей корпораций МСП и с моим участием и представителей руководителей тех проектов, которым будет оказана кредитная поддержка. Будет порядка шести проектов. Я буду ввести презентацию, буду рассказывать. И в рамках обсуждения этих проектов будем думать, в каком виде мы окажем поддержку этим предприятиям. Там порядка четырех проектов. Это будут как раз-таки из моногородов. И два – это уже ближайшие наши муниципалитеты. Столько интриги. Не будем. Мы и так уже все выпутали, можно сказать. Это очень приятно. Несмотря на то, что это будет закрытая презентация, понятно, что мы сразу получим пресс-релизы и получим, я думаю, комментарии и от самих владельцев предприятий, людей, которые представляют проекты, и от вас уже с конкретными вещами и подробностями, как это будет. Спасибо. Спасибо, Ольга Викторовна, что пришли сегодня к нам. О нашим слушателям напоминаю, что сегодня в студии была Ольга Куземская, исполняющая обязанности заместителя и председателя правительства Кировской области. Дневной разворот завершен. Анна Лапшина. Светлана Занькова, мы с вами прощаемся. Наши гости спасибо еще раз. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...